Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах с нотой туберозы. Тубероза это одна из самых моих любимых нот в ароматах. Наверное, даже вот на данный момент это любимая нота. Я обожаю туберозу, обожаю туберозу во всех ее проявлениях. Обожаю нежную туберозу, кремовую туберозу, немножко с кокосовым таким наплывом туберозу. Люблю туберозу громкую, ядерную, кричащую, истеричную. Люблю туберозу дурманющую и такую животную. В общем, тубероза, на мой взгляд, цветок страсти, цветок огня, цветок такого вот, знаете, влечения, такой вот роковой, самый любвеобильный цветок в парфюмерии. Ну, если так можно сказать. У меня достаточно много ароматов с туберозой. Ну, не вот прям те, вот прям много. Ну, вот все вот они здесь. Я вам обо всех о них расскажу. Какие-то ароматы были для меня, честно говоря, сюрпризом, что там была нота туберозы, что там был этот ингредиент. Я, честно, я посмотрела пирамиды их на фрагрантики и такая, о, тубероза. В каких-то ароматах, конечно, я очень ярко слышу туберозу, в каких-то нет. Ну, я думаю, мы все такие. Иногда мы даже слышим то, и чувствуем, и нюхаем аромат, и понимаем, что вот этот вот какой-то там ингредиент там есть, а его там вообще и может быть и не быть. Поэтому все эти ноты, пирамиды, как-то я все время этому значению не очень придаю, потому что все вот у нас в голове. Ладно, давайте начнем. Аромат из туберозы. Моя королева, моя самая любимая тубероза в ароматах. Это вот пьедестал для меня такой, такой вот самый-самый-самый красивый аромат. Это, конечно же, Карнел Флава от Фредерик Маль. Все знают, что я большой поклонник этой марки, поклонница и вот этого аромата в частности. Карнел Флава это от от туберозы. Он создавался очень долгое время, какие-то новые технологии были применены для его создания. Огромная там пирамида тоже. Там и апельсиновый цвет, там и тубероза, конечно же, там и кокос. Чего там только, короче, нет. Аромат просто мне в свое время снес крышу. Я от этого аромата, ну, я вот реально хотела пшикаться ему просто безостановочно, потому что он такой громкий, как бы это невозможно. Аромат ярчайший, шикарнейший. Он очень стойкий, у него прекрасный шлейф. Он очень громкий. Он вот реально, у этого аромата характер такой вот стервы, яркой, громкой такой, знаете, мне кажется, такой аромат могла бы носить какая-нибудь такая вот, как в итальянских фильмах, такая дива, такая вот кричащая, бьющая посуда. Вот что-то из этой серии этот аромат мне напоминает. Но в то же время он необыкновенно женственный. Если его совсем чуть-чуть использовать, то он, конечно, дурманищий. Он дурманищий, он ласковый. Он такой даже нежный где-то. Но я его обожаю. Я могу носить его, честно говоря, исключительно летом. Зимой мне он не нравится. Зимой здесь тубероза такая, получается, колючая. В каких-то ароматах я это люблю, в каких-то ароматах не очень. Вот в Carnal Flower я люблю именно жару, я люблю страсть. И этот аромат, как ни один другой, подходит на лето и подходит мне. Я его обожаю. Мой любимый Фредерик Малли, Доминик Рыпьон, Carnal Flower. Это вот прям мой номер, номер один. Дальше. Моя новинка номер два. Это наркотик Vinas от Nosomata. Ну, вообще, я просто... Я когда узнала, что этот бренд продаётся у нас здесь в Австралии, когда я их всё-таки нашла, когда я перерыла весь интернет и нашла вот такой маленький-маленький бутик, честно, я вообще... Я потеряла голову. Этот аромат я заказывала, тем не менее, вслепую по интернету. И он бесподобный. Он бесподобный. Здесь белые цветы, в том числе и тубероза, жасмин, лилия. Но здесь, знаете, они меняют друг друга. Я не могу сказать, что это прям вот тубероза, тубероза, тубероза. Нет, тут разные аккорды. Такая, вы знаете, музыка. То тубероза, то лилия, то жасмин прекрасный. Здесь это более такая кремовая тубероза, более такая нежная, не настолько громкая, яркая, истеричная, как в Carnival Flava. Но, тем не менее, аромат ода, женственности, аромат... Ну... Аромат любви. Это любовь. Это вот чистый, любовный я. Такого красивого розового цвета. Ну, бесподобный, бесподобный аромат. Хочу говорить. У кого есть носоматы, этот аромат, тот, конечно, меня поймёт. Дальше. Одна из самых красивых тубероз для меня, такая эталонная тубероза, это, конечно, фрака от Роберто Пеге. Я вот недавно только ходила в магазин, опять её обоняла, и реально фрака... Точнее, Douglas Hanant у меня есть аромат от Роберто Пеге. Он очень сильно напоминает фрака. Ну, вы знаете, фрака, она более такая, ну, как бы статусная, более классичная. А вот Douglas Hanant — это более какая-то современная версия. Не более понятная там для широких масс. Но, тем не менее, она более носибельная, наверное. А вот он у меня закончится, я всё-таки куплю себе фрака. Ну, я от него балдею, вот от этого аромата. Здесь тубероза, вот, ну, если так можно сказать, ну, она какая-то вот прям наивная, немножко детская, мечтательная, мягчайшая, вот такая пуховая, вас прям обнимающая. Такая с грушевыми нотами, с какими-то такими пузырьками. Очень такая весёлая здесь тубероза. Бесподобный, бесподобный аромат. Вот я вот как бы сейчас беру ароматы по возрастающей. То есть самый любимый у меня этот, потом этот, потом вот этот. Даглас Ханан, попробуйте. Вот попробуйте, если вы знакомы с фрака, напишите мне, как вы находите связь вот с этими ароматами или нет. Мне вот прям реально показалось, что похоже. Здесь больше так оно сглажено. Она такая не сильно хищная. Ну, она вообще здесь не хищная. Фрака, он, конечно, да, он прям вау, тубероза. Бесподобный, бесподобный. Так, следующий аромат с туберозой, который я обожаю, заобожала в этом году, это Жадор. Жадор, знаете, сколько раз я уже говорила, я проходила мимо их полок и вообще игнорировала и всячески как-то, ну, Жадор и Жадор. А вот сейчас я прям так проникла. Он, вот после вот этих трёх, он более всего такой коммерческий. Это очень успешный коммерческий аромат. И он будет нравиться, ну, кому-то он понравится, он будет нравиться ещё долгое время. И не исключено, что вот у меня закончится этот флакон, и я возьму себе опять такой же новый. Потому что вот он цепляет. Он цепляет, он цепляет своей, знаете, классичностью и в то же время лёгкостью в носке. Вот его настолько легко носить. То есть я его могу носить с утра до вечера, обновлять. Ну, обновлять я бы его не стала очень часто, потому что он достаточно стоек. Это у меня, кстати, парфюмерная вода, просто Жадор. Ну, вот такая вот самая, одна из классичных версий. Тубероза здесь и колючая, и нежная. Она мне, знаете, здесь нравится тем, что она окружена какими-то такими фруктовыми нотами. Я уже говорила, я слышу здесь дыню. Вот это сочетание белых цветов, вот этой белой туберозы кремовой, немножко такой колковатой, и дыни просто. Ну, это просто бомба. Дыня, груши, вот что-то такое в этом аромате есть. Кисловата, яркая, пряная, вот красивая. Красивая тубероза, красивый Жадор. Чего ж уж. Далее аромат. Бесподобная тубероза от Сержа Лютена, или Сержа Лютанса. Это Датура Нуара. Это колдовской дурман, чёрный дурман, цветок Датура. Это просто. Я, когда у меня появилась эта, эта тубероза, я не могла под неё... Вот знаете, вот это аромат настроения. Его вот как Жадор, например, с Бухты Барахты, там в любое время года, в любое время суток не оденешь. И это такая с когтями женщина. Аромат дурманища. Вот знаете, тубероза, аромат дурманища, аромат такой призывный, аромат колдовской, вот, ну, как бы, всё вот это вот от туберозе отражено вот конкретно в этом Датура Нуара, аромате от Сержа Лютена. Он привлекает внимание. Цветок, цветок тубероза, когда он цветёт ночью, он привлекает внимание множество насекомых, там, мотыльков и так далее. То есть они все слетаются на вот этот вот пьянящий, дурманющий аромат. Вот здесь вот эта вот тема просто на 100% раскрыта. Аромат колдовской, аромат такой ведьмы, такой вот свободной женщины, которая делает всё, что захочет. Обалденный. Обалденный аромат, куда-то на выход, куда-то под какой-то красивый наряд. Это вот будет самым роскошным дополнением к вашему образу. Бесподобный. Ещё один бесподобнейший аромат, самый, наверное, такой яркий, насыщенный, это Ананда Блэк от бренда Миколев. Какая же здесь громкая тубероза. Это вот просто по громкости такая оперная певица вот среди всех ароматов, которые я показала. Это вот реально Примадонна. Это Примадонна, к ней нужно привыкнуть, к ней нужно как-то ну не прийти. То есть она пленяет сразу. Но вот если с ней чуть-чуть переборщить вот с этим ароматом, то это будет просто. Это будет головная боль вам, вашим окружающим, если вы куда-то едете, не дай бог, в самолёте летите, аромат просто как трубит. Он трубит тубероза. Вот я слышу здесь ярчайшую туберозу, что-то сладкое, может быть, какой-то ваниль здесь есть, какие-то сухофрукты, такое вот ликёрное, ликёрное тубероза. Нереально хорошая. Нет, не хорошая, аромат хорошая. Знаете, говорят, как она хороша. Вот так вот я могу сказать об этом аромате. Как он хорош. Я ношу его крайне редко. Я ношу его только вот куда-то вот, знаете, ну я говорила, что это театральный аромат, да? Вот, да. Вот куда-то вот там в театр. Ну, бриллианты, не бриллианты, я не знаю, бархат, не бархат, но вот что-то такое этот аромат требует. Он будет бесподобен. На каком-нибудь манто таком меховом, роскошном, на каком-нибудь пелерине, шёлке. Ну вот что-то такое. Он, да, самый изысканный аксессуар. Обалденный аромат, но очень-очень громкий, красивый. Ананда Блэк от бренда Миколев. Дальше органза от Джованши. У меня вот такая маленькая миниатюра. Её часто сравнивают с Анандой Блэк. Я, да, я отмечаю тоже это сходство, но на мой взгляд Ананда у Миколев, она более, конечно, ядерная, более громкая, более, ну, я не знаю, шлейфовая, не шлейфовая. Ну, шлейф тут вот просто. Вот, кстати, все ароматы, которые я вам сейчас покажу, они вот, если вы ищете шлейфовые ароматы, вам сюда. это вот будет шлейф, носы будут вот так вот за вами двигаться сто процентов. А вернёмся к Джованши и Ананди Блэк. Органза для меня аромат, конечно же, эталонный, это классика своего рода, он яркий, он прямолинейный, он густой, он роскошный, богатый аромат, в своё время произвёдший, ну, короче, произвёл огромный фурор. Я не знаю, стала бы я покупать уже сейчас большую версию этого аромата, полного флакона. Ну, ну, это, знаете, он больше, более такой спокойный. Если их сравнивать, он более спокойный. Сам по себе, конечно, это классика, это уже такая современная классика, многими до сих пор и заслуженно любимая. Прекрасно, прекрасно согревающий аромат, роскошный аромат, такой опьяняющий, красивый. Органза от Джованши, ещё один представитель ароматов с вот тубероза. Далее, аромат Прэшус Уд, от бренда Ван Клифф и Арпелс. Знаете, я, честно говоря, не очень слышу здесь туберозную, тем не менее, в пирамиде она заявлена. Я очень люблю этот аромат, не потому, что он туберозный. Для меня это просто такой, вот знаете, бархатный аромат, такой благородный аромат, аромат больше, на вечер, больше, наверное, на прохладу. Аромат такой, ну, я уже говорила, парчёвый. Золотой цвет у меня ассоциируется с этим ароматом. А Уд, Прэшус Уд, Уд, я тоже здесь не особо слышу. Может быть, вот немножечко такую колючесть, которую я здесь слышу, может быть, её и даёт как раз-таки вот тубероза. Но, тем не менее, ещё один представитель ароматов с нотой туберозы в моей коллекции это Ван Клифф Прэшус Уд. Классно, классно. Дальше, куда же без неё Габриэль Шанель. Аромат с нотой туберозы, аромат белоцветочный, фруктовый, аромат весны. Вот для меня это вот просто весна во флаконе, яркое солнце, только-только, вот которое начинает насыщаться жаром и давать тепло. Такое уже оно пьянящее, дурманящее, распускаются новые цветы, новые надежды, новые мечты. В общем, весна. И вот этот вот аромат о весне. Нежный аромат, кремовый. Мне очень нравится он, кстати, на старте. на старте он, конечно, такой буйный, яркий, такой вот прям громогласный. Потом это все уходит в такую кремовую, кремовые аккорды. Но, тем не менее, да, аромат очень носибельный. Я считаю, его можно носить хоть куда, на любой возраст. Классный. Опять-таки, очень-очень-очень успешный, коммерческий аромат. Габриэль. Тубероза здесь такая, как я уже сказала, кремовая. Дальше. Два представителя бренда Кошарей. Лулу и Иден. Слушайте, но Лулу для меня это вообще темная ложь, лошадь, лошадка. Это аромат, в котором я не могу четко вообще ни одной ноты распознать. Это такая, ну, это такая, вот знаете, абракадабра для меня. Аромат магический. То он мне пахнет пластиком, ну, может быть, потому что вот это вот пластиковое, все вот это вот здесь, то он мне какими-то пахнет резиной, то он мне пахнет черносливом, то он мне пахнет чернилами. Ну, в общем, аромат странный, интересный, ни на один другой аромат не похожий. Вот он стоит особняком вот везде. Он просто цепляющий, аромат цепляющий, если вам он понравится, если вы его поймете, если вы почувствуете себя комфортно в этом аромате, это будет класс. Я люблю этот аромат, я люблю его носить. Я носила его очень часто, когда только-только он у меня появился. У меня еще есть маленькая винтажная версия. Хочу сказать, что они отличаются, но вот знаете, если вот прям вы хотите разбиться, вот прям обязательно купить именно винтаж и не можете его найти, смело возьмите эту версию, потом уже со временем, если найдете, купите винтаж. Это она немножко другая, но не хуже. А Лулу, вот где там туберозы, я не знаю, для меня это абракадабра. Далее, аромат от Кошарель Иден. Аромат, ну не знаю, тоже я не слышу здесь туберозы, но она здесь заявлена, тем не менее. Аромат для меня пахнет вот тиной болотной. Вы знаете, я говорила до этого о ауре, ну это там пришло-ушло, а вот здесь он такой сложный, он такой странный и непонятный, он красиво в дождь, его просто божественно носить во влажную погоду, куда-то может быть, да, действительно взять его в тропики, в какой-то тропический климат, где влажно, так жарко, льют дожди все время, вот он там вам раскроется просто в полной мере. В нашем климате он так себе. Но, тем не менее, аромат заслуживает внимания, аромат дивно, красив и интересен, с каким-то километровым шлейфом, потрясающий, и опять-таки с туберозой. Для меня это было открытие, что здесь есть тубероза, но тем не менее она здесь есть. Видео получится, наверное, длинным, так что у меня тут еще несколько ароматов, так что подготовьтесь. Дальше. Аромат от марки Grossmith Pool Nano. Это вот вообще жемчужина моей коллекции парфюмерного шкафа, вот эти ароматы Grossmith. В свое время они были легко доступны в Сиднее, сейчас уже все. Можно, где-то можно, наверное, заказать, просто с официального сайта, но опять-таки ладно, у меня вот есть этот аромат, еще один, я балдею. Это ретро, это история. Этот аромат могла бы носить какая-нибудь королева, какая-нибудь, вот знаете, ну реально, представительница царских семей, монархи, монархи. Здесь тубероза, здесь тубероза припудренная, такая уже очень классично звучащий аромат, красивый восток, вы знаете, вот восток, ну вот классические восточные ароматы, вот они пахнут как-то так, я думаю, я не знаю, много классических восточных ароматов, здесь я слышу и немножко почули, здесь я слышу и туберозу, и розу, и много-много пудры, вот ирис, пудра, вот что-то дает, вот эти отголоски, и вот здесь вот это все такое ретро, бывает пудра такая ультра-современная, бывает ретро-пудра, вот здесь это ретро, очень красивый аромат, он стойкий, он необычный, я ношу вот ароматы Grossmith с большим удовольствием, с упоением, но очень-очень редко, потому что они достаточно специфические, туберозы здесь, да, туберозы красивые, немножко, знаете, такая припыленная, такая уже состаренная, если можно сказать, крутой, крутой аромат, необычный, я рада, что у меня он есть в коллекции, дальше еще один представитель бренда Mikalif, это такие вот часики, аромат Watch, в свое время я его обожала, сейчас как-то я вообще остыла к нему, давно достаточно, но здесь это просто сладость, это сладчайшая тубероза, вот просто знаете, в каком-то заварном креме, в каком-то варенье, с печеньями, с выпечкой, здесь он такой сладкий, он такой гурманский, и в то же время он, потому что там тубероза, он немножко такой колючий, и с таким холодком, но тем не менее он хорош, положу-ка я его на верхнюю полку, буду, наверное, опять носить, что-то я про него забыла, крутой, 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 тубероза, вот прям гурманская, такая жирная, такая с холодком и сладкая, красивый аромат, очень, так, следующая тубероза в аромате, в одном из самых моих любимых ароматов, это Агент Провокатор Ледженд, здесь тубероза, вы знаете, он белый цветок, но здесь она черная, она колдовская, магическая, ведьмин такой цветок, ну не знаю, аромат вообще очень красивый, такой вот готический, шикарный, изысканный, дико сексуальный аромат, тубероза здесь немножко прокуренная, немножко, знаете, с таким ладаном, забыла я прям про него, сейчас прям нюхаю, думаю, что же я про тебя забыла, такой легкий, бесподобный аромат, вообще, если вы не знакомы еще с маркой Агент Провокатор, познакомьте, сейчас их можно найти, по-моему, в интернете только, сняли эту линейку, вот тут Ледженд, и есть просто Агент Провокатор, еще такой в розовом, ну кто не знает, на всякий случай говорю, это, если где-то увидите, обязательно попробуйте, потому что скоро их снимут, бесподобный, такая прокуренная тубероза в ладане, господи, что я несу, ну ладно, такие вот у меня, знаете, ассоциации иногда бывают, Дальше, аромат, который у меня вот в такой версии, это аромат от Джульет Хезеган, называется Ммм, Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма, и здесь тубероза сочетается с дико сладкими, даже вот десертными на грани, ну, съедобными, с сахарными нотами, здесь тубероза, малина, и реально вот десерты, десерты, как такие, знаете, французские, вот эти пирожные печенья, макаронс, опять какие-то сахарная вата, вот все такое вот очень девчачье, очень приторное, такой вот в розовом цвете, и аромат тоже такой вот счастливый, жизнерадостный, в розовом цвете аромат, очень сладкий, очень стойкий, шлейфовый, вот я не могу его носить, на мне он очень сладкий, очень приторный, быстро надоедает, но я знаю много очень поклонников у этого аромата, и тубероза здесь, да, она такая, нету в ней вот этой колючести, нету в ней холодка, нету в ней какой-то такого яростного напора животного, она здесь очень такая девичья, романтичная, и вот прям вот изысканная, прям так ее хочется съесть, следующий аромат у меня вообще в таком вот пробнике, это аромат от Louis Vuitton Turbulence, и я этот аромат честно, я его дико хотела себе купить, пришла за ним, но опять что-то понюхала, мне дали пробник, и слава богу, дали, что ароматы не дешевые, и этот пробник на мне совершенно не держится, то есть я этот пробник раза три на себе обновляла, и ну так обидно, в общем, короче, я не купила, потому что, ну реально, нестойкий, но аромат обалденный, вот из всей линейки я его очень люблю, и вот который у меня дан для по, но Turbulence, боже, если бы он был чуть-чуть постойче, настойчиво посидел на моей коже, цены бы ему не было, я бы его купила, бы даже не задумывалась, но такие дела. Тубероза здесь, тубероза здесь яростная, колючая, с зелеными какими-то листьями, дерзкая, экспрессивная, вы знаете, ну, то же самое, что мы можем сказать о человеке, то же самое мы можем говорить об аромате. Мне она чем-то напоминает Тубероз, турбулент с тубероза, туберозу мою любимую Фредерик Маль. Здесь, вот, знаете, по характеру похоже. Такие вот они женщины, женщины-праздник, женщины-вихрь. Очень красивый аромат, турбулент. Если любите туберозу, не проходите мимо, обязательно попробуйте. Если она на вас будет держаться хорошо, вы лаки, вы счастливица и так далее. Я бы вам даже завидовала. Дальше. Элизабет Эн Джеймс Нирвана. Такой вот у меня роллер. Это их версия Бурбон. И здесь как раз Тубероза, ванила Бурбон и Оук Вуд. То есть, по-моему, здесь есть Тубероза. Но я ее не слышу. Короче. Аромат о резине. Вот реально он мне пахнет резиной. Нирвана, Бурбон, Бурбон. Может быть, здесь и есть Тубероза, да. Аромат очень сладкий, аромат пахнет ликером, аромат пахнет деревом и аромат пахнет резиной. Вот не знаю, что дает вот это сочетание, может быть, деревянных нот и ванили. Хотя, почему? Вот знаете, вот мне он выдает немножко вот какой-то горелый запах резины. Аромат очень интересный, необычный, такой, знаете, дымный, загадочный, согревающий. Шикарно, мне кажется, будет носиться зимой. Вот вообще обратите внимание на Элизабеттен Джеймс. Очень крутая линейка ароматов. Я уже говорила. и на этом похоже, я закругляюсь. Видео получилось длинное, вы уж меня извините, пардон, но как начинаю говорить об ароматах, так меня не заткнешь. Все, на этом все. Пишите свои любимые ароматы стуберозы, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Спасибо вам большое, что смотрите, ставите лайки. Я это прям вот от души вам говорю спасибо. Пока-пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао.